С января 2018 года родителям начинают выплачивать новое ежемесячное пособие на первого ребенка. Расширенные возможности материнского капитала, который получают семьи при рождении второго ребенка. Эти меры социальной поддержки инициировал президент России Владимир Путин в конце прошлого года. Кто может получить пособие и что для этого нужно сделать, рассказали представители Министерства труда Республики и отделения Пенсионного фонда Чуваши. Счастливые родители, у которых в этом году уже родился или родится первенец, получат поддержку от государства в виде ежемесячного пособия. Это касается и усыновленных детей. Деньги в размере прожиточного минимума будут выплачиваться, пока ребенку не исполнится полтора года. Размер детских пособий в республике составит 8910 рублей. Мы планируем то, что примерно будут его получать около 4,5 тысяч семей. Выплаты носят адресный характер. Получать их будут семьи, где средний доход на одного человека не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума. Если взять конкретные расчеты, то доход на одного члена семьи не должен превышать 13 995 рублей. После рождения второго ребенка в семье государство, как и раньше, предоставляет материнский капитал. С этого года расширены возможности по его использованию. Снят трехлетний мораторий. Теперь можно направить средства на оплату дошкольного образования детей сразу после рождения второго ребенка. Еще очень важный момент. Семьи, где средний доход на одного человека, опять же, не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума, при желании на базе сертификата могут получать ежемесячное пособие. Первоначально мы считаем, где-то две трети семей, в которых рождаются вот эти дети, будут претендовать на получение ежемесячной выплаты. Порядка 150 миллионов, по нашим прогнозам, будут за счет материнского капитала поддержаны именно эти семьи. В целом мы на 2018 год предусмотрели 3 миллиарда 100 миллионов рублей, там включая улучшение жилищных условий, образование детьми, получение образования детьми. Федеральная программа материнского капитала продлена до конца 2021 года. В республике действуют и другие меры социальной поддержки. Это республиканский материнский капитал на третьего ребенка, предоставление земельных участков для многодетных семей, ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика.